всем привет здравствуйте меня зовут илья на канал изучаем си плюс плюс вместе и мы продолжаем с вами заниматься по книге стивена прата и сегодня мы переходим с вами ко второй главе которая называется приступаем к изучению си плюс плюс если не смотрели предыдущие ролики по этой книге то обязательно по ссылочкам описание переходите и смотрите плейлист самого начала ну а если уже смотрели готовы приступить к изучению си плюс плюс то как говорится в руки и пирожок в догонку нет но на самом деле будем сегодня рассматривать вторую главу в этой главе нас ждет с вами создание программы на си плюс плюс общий формат программы на си плюс плюс директивы include функция main использование объекта сяу для вывода помещение комментариев программу на си плюс плюс использование манипулятора endline объявление и использование переменных использования объекта sin для ввода и определение использования простых функций это все то что будет у нас с вами достаточно большой второй главе но а сколько мы с вами сегодня успеем это покажет наше занятие если как говорится готовы приступить ко всему этому замечательному то как всегда не забываем ставить лайк и подписываться на канал потому что я вам напоминаю что вы большие молодцы и время просмотра с подписчиками запустить 28 дней составляет 64 процента замечательный результат но наш с вами челлендж 70 процентов поэтому нажали на колокольчик увидели новый ролик посмотрели от начала до конца лайк поставили комментарий написали и в ожидании следующего ролика как говорится пребывая окей поехали стивен прата глава 2 приступаем к изучению так приступая к строительству простого дома вы начинаете с его фундамента и каркас и если с самого начала работы вы не сформулируете цельную структуру то впоследствии не сможете вставить окна или дверные коробки нельзя будет сооружить соорудить обзорные купола или выстроить танцевальный зал с паркетным покрытием это же относится и к изучению компьютерного языка программирования прежде всего необходимо освоить базовую структуру программы и только после этого можно переходить к изучению деталей например циклов и объектов в этой главе рассматривается базовая структура программы на c++ и ряд дополнительных вопросов часть материала будет посвящена функциям и классам которые в последующих главах будет уделено особое внимание идея заключается в том чтобы постепенно по ходу изложения материала вводить основные положения а затем рассматривать каждый вопрос отдельно окей первые шаги давайте попробуем написать простую программу на языке c++ которая будет выводить текст некоторого сообщения на экран монитора в листинге 2.1 для символьного ввода для символьного вывода применяется объект сяут исходный код содержит строки комментариев для читателя который отмечается парой символов две косые черты эти символы компилятор игнорирует язык программирования c++ чувствителен к регистру символов это означает что символы в верхнем и нижнем регистре считаются разными поэтому должен использовать использоваться в точности тот же регистр что применяется в примерах например приведенной далее программе используется сяут поэтому если вы введете сяут первую сис большой буквы или сяут все буквы большие компилятор отклонит это и сообщит о наличии неизвестной иденти неизвестных идентификаторов компилятор чувствителен также и к орфографии поэтому не пытайтесь указать каут кут и тому подобное расширение cpp и мини файла чаще всего используется для обозначения программы на c++ встречается также и другие расширения о чем говорилось в главе 1 и наша первая программа листинг 2.1 my first . си пи пи давайте мы создадим этот листинг 2.1 и напишем код нашей программы соответственно вначале у нас есть комментарии две косые черты и my first . теперь выводит сообщение на экран но смысле программ да у нас выводит сообщение для работы нашей программы мы подключаем дирекцию при процессоре стрим который помогает нам работать с файлами с объектами сяут далее у нас будет основная функция main основной вход программу и соответственно начало тела функции вот эти вот тело нашей функция но обособляется фигурными скобками далее внутри нашей функции мы указываем что будем пользоваться пространство минус т.д. делает видимым определение и далее у нас есть объект наш сяут который выводит для нас сообщение come up and и и пас класс миссом тайм тайм чтобы это не значило сейчас мы узнаем что это значит сделайся меньше поднимитесь ко мне как-нибудь и плюс плюс вы поняли переводчик хорош далее у нас объект out и объект энд-лайн который энд-лайн отвечает за перенос строки соответственно чтобы нам выводилась отдел на консоль и еще следующая строка и вон и вон три грядки и грядки эндлайн и return 0 так что тут нам хотят сказать вы не пожалеете да ой вы не пожалеете ну собственно начинаем заниматься си плюс плюс и не пожалеем да как вы видите здесь у нас есть комментарии комментарии которые вот в этой строке в этой части кода мы можем через так пробежаться подальше от кода да и весь написать эти комментарии то есть include stream это директивы при процессора директивы и процессора они кстати мы говорили подробно в ролике с разборами вопросов собеседований поэтому на канале можете тоже найти ролик и посмотреть вот соответственно and main это у нас заголовок функции заголовок функции здесь у нас блок кода начало тело функции начала тело функции то есть тело функции вот это вот все получается у нас вами тело функции надеюсь тут понятно то есть это начало тело функции это конец тело функции все что внутри и то есть тело нашей с вами функции using namespace std это у нас делает видимыми определения но мы об этом еще ведом этом будет написано и рассказано делает видимым видимым определение то есть если бы у нас не было этого using namespace std мы можем например закомментирует у нас бы объекты seaut inline не работали потому что нам бы вручную с вами приходилось указывать именно это пространство имен std и везде его соответственно указать std 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 если бы мы хотели чтобы наша программа работала но вы должны были вручную указывать префикс std который говорит о том что объекте out inline относится к пространству имен std соответственно этой фразой мы можем себе позволить не писать везде у объектов про этого и пространство имен да этот префикс вот ну я думаю нам позже подробно об этом дело расскажут и скажут зачем это надо делать зачем не наделать я вперед особо прыгать пока не буду далее вот здесь у нас сообщение соответственно сообщение начало новой строки начала новой строки то есть онлайн у нас переносит строку сейчас мы в это в консоли когда вы видим программу поймете о чем речь далее дополнительный вывод дополнительный вывод она же сообщение да то здесь тоже как бы вывод и return 0 завершение функциям корректное завершение да то есть если код заканчивается с кодом 0 то это хороший корректное завершение программ завершение функции мы завершение функции main и соответственно конец тела функции конец тела функции вот так вот наш код с вами выглядит соответственно теперь мы можем запустить если в нашей среде разработки visual studio работаете то вот здесь нажимаете на треугольничек и видим два сообщения come up and c++ мая си мая сам time you want regret it видим вот эти сообщения соответственно видите да у нас здесь начал новые строки онлайн если мы убираем этот онлайн то у нас не будет переноса строки начала новой строки не будет эти два сообщения будут написаны строчку вот для этого нужен онлайн чтобы переносить строки и они друг от друга как говорится отличается вот хорошо подгонка кода программы может оказаться что для запуска примеров в вашей системе код должен быть изменен чаще всего это связано с конкретной средой программирования некоторые оконные среды запускают программу в отдельном окне и затем автоматически закрывает по при завершении выполнения программы как уже упоминалось в главе 1 можно сделать так чтобы окно оставалось открытым до тех пор пока использователь не нажмет клавишу для этого перед оператором return необходимо добавить следующую строчку кода sing get если вы нажимаете на запуск и у вас сразу как бы появляется окно и сразу же исчезает и вы ничего не видеть значит у вас вот это вот проблема да поэтому вам нужно будет добавить sin get и эту функцию вот и теперь когда вы будете запускать программу тогда у вас соответственно видите программа ждет чего-то от меня я нажимаю enter и вот только теперь у меня завершилась завершил в общем завершил работу мой код то поэтому я могу закрыть окно но visual studio в принципе не за меня не было никогда такого но в любом случае можете написать и сказать консоли ожидать от вас какого-то ввода какого-то ввода чтобы вы нажали enter там а вот такая вот история хорошо в некоторых программах необходимо добавить две строки чтобы оставить окно открытым до нажания клавиши оператор sin.get более подробно рассматривается в главе 4 в очень старых системах могут не поддерживаться средства введенные стандартом c плюс 98 некоторые программы требуют наличие компилятора с определенным уровнем поддержки стандарта c плюс плюс 11 этот факт будет специальным образом отмечен отмечен и по возможности будет предоставлен альтернативный код отличная цепь плюс 11 хорошо хорошо после выбора подходящего редактора для копирования этой программы либо использования файлов исходного кода доступны для загрузки на веб-сайте издательства с помощью компилятора c плюс плюс можно создать исполняемый код как объяснялось в главе 1 ниже показано результат выполнения скомпилированные программы из листинга 2.1 но мы с вами его запустили все у нас как бы замечать да я надеюсь что вы установили среду разработки как и говорил в прошлый раз но вдруг вы сейчас не смотрели предыдущие уроки то по ссылочке описание можете посмотреть мой ролик где я показывал как и восстановить бежал студию она бесплатная и вот все в этом духе до видео найдете тоже в описании и запускать коды опять же да вот небольшой тоже сразу же лирическое отступление когда смотрите подобные ролики не забывайте всегда писать коды вместе со мной то есть если вы просто посмотрели код этот в смысле ролик и не написали код это плохо нужно написать код нужно потыкать него нужно его поизменять если что-то непонятно нужно погуглить что непонятно и соответственно разбираться вот даже в таком маленьком коде нужно разбираться разбираться и разбираться чтобы разбираться в си плюс плюс да то есть я как бы особо внимание здесь не заостряю на вот что такое стд что такое вот это вот потому что нам расскажут в книге ну а вы будьте любознательными и обязательно если что-то непонятно в коде гуглите спрашивайте и все в этом духе вот окей ланглическое отступление как обычно вот и вывод в языке си если у вас есть опыт программирования на си то использование объекта си аут вместо функции printf может показаться странно на самом деле все плюс плюс можно применять как printf так иска и другие стандартные функции ввода вывода языка си которые становятся доступными благодаря включению загул обычного си файла ст киа ст его точка эйч однако эта книга посвящена си плюс плюс поэтому мы применяем средства ввода вывода си плюс плюс которые являются более полезными нежели средства си надо зачем нам это узнать когда вот это вот все да окей далее программа на си плюс плюс конструируется из строительных блоков называемых функциями функции у нас уже были смысле определения функции у нас уже было в нашем словаре да в нашем словаре кстати я учить не открыл сейчас мы его откроем вот был наше понятие из книги так сказать словаре у нас до посылочка в описании тоже вы найдете функции в языке си плюс плюс это именованный блок кода который выполняет определенную операцию и может принимать и возвращать значение функция может быть вызвана в других частях может быть вызвана из других частей программы по ее имени и аргументом функции все плюс плюс позволяют повысить модульность читабельности и перина переиспользование кода функции также могут быть перегружены шаблонными рекурсинами и другими это краткое наше такое определение что такое функции ну и здесь опять же видим как бы видим определение еще раз его повторяем и глядишь так и 250 тысяч раз повторим она там где-нибудь и запомнился так вот программа на c++ конструируется из строительных блоков называемых функциями обычно программа систематизируется в набор главных задач для обработки которых проектируется отдельные функции пример представленный в листинге 2.1 настолько прост что состоит всего лишь из одной функции мы это главное запомнить наша главная входная функция мы она прям самое главное окей функции мы например my first . себе пи содержит следующие элементы комментарии обозначающие с помощью двойной черты вот это все зеленое все что зеленым подсвечивается это комментарий то есть чтобы написать комментарий на c++ нам нужно две косые черты либо есть еще один тип комментарий он начинается с косой черты далее звездочка звездочка и соответственно тоже косая черта и здесь внутри только мы можем что-то писать то есть если но как обычно обычно как делают если у вас комментарий влезает в одну строчку то вы пишете его через две косые черты если комментарий должен быть большой условно да на несколько строк то лучше его писать соответственно в таком ключе но это уже я видел и проекты в которых так не делают и все равно если там комментарий на две строки просто здесь продолжают писать это уже видимо от вкуса дело и привычки но вы должны знать да что чтобы написать комментарий на языке си плюс нужно использовать соответственно либо две косые черты либо косую черту звездочку звездочку косую черту вот это тоже комментарий и это тоже сам вот директив при процессора include то есть любая директива при процесс начинается у нас с вами с решетки символы решетки дальше идет include если мы хотим соответственно подключить какую-то директиву да и далее уже название самой этой директивы в угловых скобках либо может она еще быть в кавычках но об этом опять же можете посмотреть перейти по ссылочке в описании в плейлист с разборами вопросов собеседований там есть видео касающиеся директив при процессора вот заголовок функции in mind 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 вот этот наш заголовок функция наша главная функция имеет тип данных и но об этом ладно это нам расскажут позже есть директива using namespace std которые уже я говорил что надо делает тело функции ограниченные фигурными скобками то есть вот это у нас тело функции которые ограничены фигурными скобками и все что внутри это наше тело то есть здесь это начало тела это конец тело а внутри это все что тело нашей функции операторы которые используют объекте out simple из плюс я у для отображения сообщения то есть у нас есть операторы это объекты си out и соответственно есть у нас еще in line line оператор возврата для прекращения выполнения функций оператор возврата это вот самый тот самый return 0 его можно по идее не писать но как говорится чтобы точку поставить программе лучше написать return 0 ну в общем если мы его не напишем то компилятор самого в конец вставит и программа то будет работать также сама как она работала и без него но как говорится хороший тон никто не отменял поэтому return 0 пишем чтобы понимать что вот мы закончили программу и хотим вернуть наш 0 нашей функции чтобы вот все было замечательно да окей хорошо далее давайте обсудим все эти элементы более подробно о прекрасно сейчас мы еще и посудим обсудим эти элементы более подробно лучше всего начать с функции main поскольку некоторые предшествующие элементы такие как директив при процесса будет проще понять после рассмотрения того что делает функция main так ну хорошо давайте тогда вот здесь мы тормознем и соответственно на следующем нашем с вами занятии мы уже подробно рассмотрим код и все это дело обсудим что такое функция main что там каждая из вот этого вот внутри означает хотя мы как бы кратенько об этом поговорили на видимости про то нам прием расскажет обо всем и это очень здорово вот соответственно как говорится не забываем ставить лайк и подписываться на канал чтобы не пропустить новые ролики нажимаем на колокольчик потому что напоминаю что за последние 28 дней 64 процента зрителей смотрели контент с подпиской и это прекрасно но наш своим челлендж 70 процентов поэтому давайте до него доберемся следующий раз поговорим об этот же код и мы его разберем соответственно как то тогда меня зовут илья это канал изучаем си плюс плюс вместе занимаемся по книге стивена брата и это наш большой плейлист все дополнительные ссылки и полезный материал найдете в описании и увидимся с вами в следующем ролике всем до встречи тем пока